Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и сегодня мы с тобой поглядим новенький ролик от Арма под названием «Все сливы третьей части 67-й серии». А также я вам отвечу, когда же уже, наконец, выйдет новенькая серия с кибиди туалетов. Друзья, перед началом обязательно поставь жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм, это очень-очень важно, бери покушать. И для нетерпеливых я прям сразу отвечу, ребят, серия выйдет либо сегодня вечером, либо завтра с утра. Ну, на крайняк завтра вечером, по-любому 100%, потому что дафак слил новенький спойлер в своем магазине. Так что, ребята, с нетерпением ждем. Ну что же, погнали смотреть видосик. Друзья, третья часть 67-й серии уже не выходит больше 9 дней. Скажу больше, даже второй части 67-й серии в шорт-версии на канале Дефук Бум до сих пор не имеется. Но что же случилось? И в чем проблема такой задержки? Про это сегодня обсудим. Также мы подробнее разберем вчерашний официальный слив от Дефука, когда он на 15 секунд включил прямой эфир своего экрана в Дискорде и показал тролль видос. Понятное дело, этот слив был сделан на коленьках, чисто чтобы погурать. Но вот что интересно, кроме этого, на днях официальный магазин Дефук добавил новый мерч вот с такой интересной картинкой. И это, скорее всего, уже можно считать настоящим сливом сюжета новой серии. С чего я это взял? Скоро все расскажу и покажу, друзья. Кроме этого, и в самом этом тролль-сливе я нашел пару интересных деталей. Поэтому, как обычно, ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы будете всегда в курсе всех новостей по скопить туалетам. Ссылочка на оригинал будет в описании. Слушайте, ну ничего себе, мне самому даже интересно, я не видел там такой коврик. Пусть сядься поудобнее, берите чай и печеньки. Ну а теперь давай начнем наши размышления. Конечно же, сегодня мы еще раз нормально пройдемся по этому сливу. Я напомню, что это официально сделал сам Дефук. И он был сделан чисто для угара, и сильно его разбирать не имеет смысла. Однако, сегодня мы обратим внимание на самые важные его моменты. Например, такие как появление Дефукбума. Да-да, вы не ослышались. Я внимательно посмотрел этот слив, и тут в самых первых кадрах можно заметить танцующую модельку Дефукбума. Если честно, это прям очень похоже, знаешь, на фанмейт какой-то. Хм, Дефукбума. Кроме этого, мы видим лежащего спикермена Титана. Только непонятно, он тут полежал отдохнуть или с ним что-то случилось. Нормально все? А, нормально, говорю, все? И на это все тело смотрит и угорать Джимен. Ну, впрочем, виднеется стилистика Дефука. После чего ученый в шоке, так как он увидел это. О боже, это сам Тиммэн Титан Сигма. Тот самый из мемов, друзья. Ну и понятно, что он максимально сделал его простым. Ведь он даже не стал заклеивать название телевизора Philips. Хотя обычно в самом сериале старается брать модельки без упоминания брендов. Сам Тиммэн Титан, кроме крутого лица, имеет два телевизора по бокам. Вот этот момент, я думаю, реален. Ведь, если так подумать, у камермена Титана имеются три камеры. У спикермена Титана дофига динамиков, кроме своих основных. И только Тиммэн всегда имел один экран. Поэтому логично, думаю, Титану 2.0 прибавить пару телеков про запас. Как раз на случай, если какой-то из них сломают. Ну и не стоит забывать, что таким образом влияние его света будет еще сильнее. Кстати, вот я сказал вам это и подумал. Почему бы дофуку не добавить Титану в выдвигающиеся телевизоры со спины? Примерно как у большого Тиммэна. Но только еще круче. Если еще и вспомнить, что именно телевизор является его слабым местом, таким образом, возможно, агенты из этой слабости сделают наоборот его главную способность. Например, он может как Змей Горыныч дублировать свои головы. Когда ему ломают телевизор, из его спины поднимаются еще две. И как мне кажется, при таком раскладе Тиммэн единожды только сделают эту ошибку. И в следующие разы больше не будут трогать его голову. Что даст хорошее преимущество Тиммэну Титану. Но это, конечно, я уже из жанра фантастики начал теории говорить. Что давайте приземлимся и продолжим как бы, да? После всего этого, что я перечислил, самый угарный и одновременно взрослый контент как бы начинается. Опять-таки, друзья, я не хочу это на Ютубе показывать. Так как боюсь чутка ограничения от него получить. Ну как бы, Ютуб не любит такое. Поэтому, если хотите увидеть эту красоту и поугарать, ссылка на версию без цензуры я оставлю в нашем Телеграм-канале. Ссылка в описании. А что там происходит, я уже чутка прокомментировал в прошлом видео. Однако, если хотите узнать, какое у меня было лицо, когда я это в первый раз увидел, то у меня было примерно такое же лицо, как у Джимена. Внутри меня реально смешались все эмоции. И угар, и непонимание, и кринжатина. Однако, то, что да фуг Кенни, мы еще раз удостоверились. Такой разрыв шаблонов мог придумать только он. Ну и, конечно, упомяну, прям сильно доверять всем сегодняшним теориям, о которых я сегодня упомянул, не стоит. Так как обычно такие сливы почти никак не связаны с оригинальной серией, а лишь являются мемами. Например, перед выходом 63 серии он воплотил в реальность прикол от фанатов с Джименом, у которого 40 лазеров. А также показал микроволновка мэна, что является сатирой на некачественные фанмейды, в которых меняют головы на все что угодно, без какого-либо глубинного смысла. В этот же раз это другой мем, с вот этим смайликом и Тимменом Титаном. Но у Месси с этим есть отличия. Этот угарный слив от Дефака был сделан в той же локации, как и сама серия. Так что, в принципе, наверное, доля правды в этом тролле есть. Тиммен Титан, конечно, не в прямом смысле сделает тролли-вали ученому, но намек мы поняли. Короче, Тиммен покажет, кто тут батя, и Джиммен с ученым получат по морде и сбежат. Но это еще не все новости недели. Мы сейчас перейдем к более интересному сливу. Официальный магазин Дефука прибавил новый мерч вот с такой интересной картинкой. Чтобы вы поняли, почему я решил, что это может быть сливом третьей части, давайте покажу вам другой мерч. С первого взгляда ничего необычного. Спикермен Титан просто сражается с Джимменом. Но если обратите внимание, каким образом он это делает, найдете... Это недавно. Недавно он лазер использовал. ...направляет луч с его ядра. Данную способность мы увидели только во второй части 67 серии. А эта кружка была в магазине задолго до выхода этого эпизода. То есть вы понимаете, что тут происходит? Оказывается, Дефук начал внедрять намеки и детали на следующей серии прям в официальном магазе своем. А теперь вернемся к вот этому новому мерчу. Он был добавлен совсем недавно. А теперь приглянитесь на название этого постера. Midnight Mission. Что дословно переводится как полуночная миссия. А я вам напомню, что 67 серия как раз таки происходит глубокой ночью. И мы понимаем, что Тиммены должны помочь Титанам после такого противостояния. В самом постере мы видим, как Тивуман как руководительница показывает пальцем куда идти. А с ней в команде имеется внимание. Большой Тиммен и еще две обычные Тиммены. А если обратить внимание, ниже можно разглядеть голову сломанного камермена. Что означает, что они уже близко к эпицентру битвы. Также посмотрите на Тиммена, который грустно смотрит вниз. Из-за того, что видит много убитых агентов. А также не менее важна местность. Как можно понять по фону, это горы. А если еще и плюсануть к этому скрещенные руки большого Тиммена. И вот эту деталь ниже головы, которая похожа на воротник. То можно догадаться, что там холодно. А теперь внезапно чутка физики, друзья. Как вы знаете, чем выше ты поднимаешься, тем холоднее. Воротник. Поэтому нередко на вершинах гор можно заметить снег. А это означает, что они где-то на горе. То есть уже поднялись достаточно высоко. Я думаю, что они как раз таки ищут местоположение камермена Титана. Чтобы дать сигнал своему Титану Тиммену о помощи. Я не уверен, покажет ли Дефук в третьей части всех Тимменов. Или только Титана. Однако, ребят. Столько намеков. Столько сливов про это. Если мы не увидим помощь с их стороны, то я уже не знаю. Это будет означать, что Дефук делает абсолютно все наоборот. И хочет делать максимально не банально и интригующее. Однако в этот раз. Но это, кстати, да, тоже интересно будет. Моя давняя теория о 68 серии подтвердится. И мы увидим нормального Тиммена Титана в полный рост спустя ровно 20 серий с его последнего появления. Напишите в комментариях, как вам мои теории. Болеее. Согласны ли вы с моими рассуждениями. А также я хотел бы поблагодарить моих зрителей. За то, что вы помогаете мне собирать всю эту информацию. И гадаете мне постоянно крутые фотографии, детали, факты о скипе дитуалет. Обязательно смотри мои другие ролики, если еще не смотрел. Например, предыдущий ролик о другом сливе. Или ролик о Тимменах. Всем спасибо за просмотр. Еще увидимся. Ну что же, друзья. Вот мы и поглядели с тобой. Ну блин. Уже скоро. Уже скоро будет, ребята. Я прям жду не дождусь. Реально. Они так долго сейчас стали выходить. Но зато очень-очень качественные. И самое интересное, что именно не 68 серия, да? А именно третья часть 67 серии. Блин. Ну мне кажется, это будет прям имба. Ребят. Возможно, даже там будет 3 минуты или даже 4 минуты ролик. В общем, ребят, лайк. Если ждете, обязательно в Телеграм залетайте. Будет мне очень-очень приятно. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки. Бай-бай. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...